друзья всем привет приветствуем друзья мы приехали на дом на дом приехали пытались сюда приехать наверное мы с четвертого или с пятого раза только попали на дом все время кто-то работал работал и шумно было и не хотели людей отвлекать мы как бы особо не имеем права их отвлекать плюс здесь какие-то машинки разбрызгивать или вот это вот здесь вот сейчас сзади дома начали работать снимать там что впереди на другом доме работают шумят поэтому отсюда съемки начали мы последний раз здесь были в понедельник два дня назад и вот за два дня какие перемены здесь мы уже немножечко прошлись посмотрели и думали снимать не снимать мы решили вам показать как вот что они здесь сделали сейчас вечер только что уехали работники вот что они сделали плинтуса окна все покрасить зашпаклевали и покрасили правильно нет не все пошпаклевали и покрасили честно видишь белые полосочки только это только пошпаклевано не покрашено вот это покрашено но я думаю что это не финальная краска самое главное и что я думала что у нас будет камин камнем выложен потому что в описании было написано в контракте они почему-то такое сделали но такой тоже есть в плане то есть у них два разных вида мне кажется у нас в контракте описано плитка да мне тоже кажется у нас плитка описано что они ошиблись мне принципе так тоже нравится так тоже ничего выглядит я даже не знаю что лучше плитка или так и вот даже не знаю уже стоит требовать что доказывать свое или просто купить как есть потому что требовать доказывать ничего не надо если в контракте плитка просто открываешь контракт что они будут переделывать это будут продлиться только наше мучение я о том что мы имеем естественно о том что я буду это делать а я не говорила и говорю про то что уже не я не знаю стоит ли связываться вообще по какому-либо поводу с ними уже оставить все как есть быстрее въехать потому что уже мы устали ждать не совсем понимаю зачем телевизор для ставится до для телевизора ну так обычно здесь телевизор большом ставится камин газовый у нас кто-то спрашивал тут камень постелили уже черненький какой-то под камень хорошо и это у нас спрашивали эта имитация или настоящий камин газовый или дровяной это камин газовый будет включаться газ и имитация на настоящий не на какой-то настоящий есть имитация даже огонь не настоящий бывает так к чему я вот это все говорю что мы готовы уже купить такой как есть потому что точно такой план я смотрела вчера да и тоже недалеко отсюда стоит уже дом 370 тысяч уже 370 до план план без земли плюс еще земля и на ворот и до апгрейд и так наворот решения 26 на чистое плюс цена участка сюда не да и мы видели за 370 уже такой же план где-то недалеко отсюда поэтому уже не знаю так что еще вот сразу видно что лезть на это уже поэтому балясинки установили и там наверху потом сходим покажем стране тоже заделали эту штучку так мы последний раз снимали здесь просто были прибиты вот эти деревьяхи а сейчас они зашпаклены покрашены ждалов это покрашиваем он не кажется как я уже повторять что это не не финальная покраска и наверху еще будет красить их зашпаклевали ну ты вот плентуса быть эти плетуса тоже давал или как-то не по-другому называется это типа плентуса да но я уже вижу что эти плентуса вас на резку хвостиков не перекрыли видишь тупого языка надо же так здесь тоже покрасили зашпаклевали вот это вот дело все выглядит уже это похожим на дом да вот это вот симпатично зашпаклевана но не покрашена кстати вот это шпаклеваешь потом пальцем а это все делается пальцем пальцы стираются до крови я одному человеку делал это в доме у меня я сначала это делал указатель стер одну сторону и вторую кровь пошла я прям веду куба а в перчатках бесполезно я начал среднем по круге и уже потом мизинцем заканчивал так двери покрасили мы их трогать не будем потому что они покрашены дом конечно уже сильно преобразился уже становится все красивше и красивше пошли комнату посмотрим там кстати не ходили очень мощно пишу здесь вот покрасили не пошпаклеваны но это все было проверяться и доделываться так сейчас посмотрим вот эту спальню нижнюю что здесь мы сюда не заходили здесь то же самое что и везде да покрасили двери и спальня хороший нормальный размер мне такой бы жить в детстве на самом деле она хорошо она больше чем была у лизы в том доме вот ли за жила она больше на один фит а если что есть потолки высокие то она вообще просторную комнату и козит достаточно для одного ребенка вообще за глаза ванная я обратил внимание когда зашла сделали это вот для обуви здесь садится здесь вешалку сюда выбивать сюда ну куда это уже потом да какая-то маленькая конечно маленькая но тоже все удобно да мы же не будем всем стадом все время заходить развиваться работают конечно сейчас прям до ночи мы ехали и везде эти машины стоят с работниками утонуть дырка так и не сделали давай посмотрим что там наверху покажем за то есть поклевка странно что они как-то эту дырку обходят стороной видимо у них на нее планы какие-то такое искали вставляться здесь делать с маленьким аппаратиком как из автомата молотили вот это как называется забор назовем это забор да и вот это будет все лаком покрываться и чем-то еще он будет потемнее что мы сломаем думаешь если не будем на это ложится так ну здесь чердачная есть дверь покрашена тут не надо ее открывать пожалуйста горе не надо открывать зачем все двери покрашены так жарко вот сегодня сегодня почему-то здесь душно жарко хотя на улице не очень а окна кстати напротив дом уже готовит к въезду вот напротив нас вот и соседний наш дом тоже готовит к въезду хотя его начинали строить после нашего когда у нас бета бетон заливали тот еще даже участок не разор не разровняли кстати вот это вот смотри вещей ли тоже заделали шпаклевкой наверное чтобы насекомые не проникали краски запах краски приятный краски есть я же до белая для дверей я так понимаю что они еще будет все это проходить еще раз я так понимаю что это не доделано все не сервере не доделал то есть это еще будет краситься два дня они вот это все делали все отбивали шпаклевали и красили завтра вернуться и буду продолжать а красить двери или стены то его знает они как странно разговаривать я так понял что они совсем не понимают потому что все что я у них спрашивал был ответ такой так 10 темнее темнее становится уже сложнее сложнее снимать что либо не прислоняюсь я просто пытаюсь понять здесь стены за это белые более белые стали они чем-то их покрывали потому что и там я смотрела в ванной уже стены белее стали не снаружи а там в этих ваннах вся пыль на стенах я надеюсь что они любят так ну еще одна комната сама просторно все покрашено пойдем на нашу комнату сходим зачем там даже щели вот эти все видно вот эти вот окна вот так делают не везде не во всех домах вокруг просто стены окно без деревяки вот этого пока не знаю как это назвать но и получается и уголок сюда поста и еще деревянные штуковины прибили дело они кстати вот в чем-то цену дома добавили благодаря вот это надо а в чем-то убрали цену нужно то есть я не видел в списке я проверял апгрейда так ну и в этой ванной нам кажется как будто вот эта стена покрашена потому что здесь вот прям видно что не покрашена вот эта белая вся ровная стена такое чувство что они подготовили для установки кабинетов что ли кабинет кстати так и не привезли сегодня как 1 сентября среда 1 сентября кстати зрители нам сказали поругались на меня за то что я назвала идиотизмом извиняюсь перед всеми что эта дверь правильно открывается наружу это в целях безопасности если человек нам потерять сознание или у него инсульт какой будет и он упадет он подобрет собой дверь и тогда не сможешь открыть и спасти его вовремя это дверь из картона сделано и и не очень сложно но допустим ты там упадешь и как я выковыриваю этот картон захочешь меня спасти выковырнишь что это нас там моют или кого вода какая-то льется это дождь это дождь идет моментально открыть окна но убить и закрывай этот фонтанчик какой-то поливать дождь идет сегодня странная погода то солнце голубое небо то резко ливень мы сегодня с детьми ходили гуляли с зонтами по горячим лужам лужи лужи горячие были вопрос зрителям как вы считаете какой лучше вот так вот камин когда выглядит или обложен камнем он такой бежево-коричневый ну как вот у нас снаружи дом я когда увидела такой беленький мне очень понравился не знаю вроде ничего выглядит я прям уже вижу здесь рождество сюда какие-нибудь там украшения елочные носки вешать для детей с подарками пошли посмотрим мне кажется это соседский дом начали отмываться к заселению готовить да я так и думал так обидно мы вчера приезжали сюда думали поснимать приезжали примерно в это же время где-то пол седьмого здесь было все занято здесь работали и здесь на доме был были люди какие-то две машины такие гражданские в том доме мне кажется это были покупатели то есть этого дом а сегодня утром когда я дне днем когда я ехал за никитой школу я здесь как раз проезжаю я видел здесь возле этого дома стоял билдер на своей машине застройщик бригадиры на главное видишь этот дом отмывают вот тут напротив отмылись только что закончил теперь за этот вот представляете этот дом начали строить позже нашего люди уже заселяется а у нас еще татьяна написала что по-прежнему октябрь это closing date кто сказал татьяна мне написала а сегодня мне дядечка звонил который заинчурится сказал что конец сентября серьезного документа ну что за люди если конец сентября нам уже надо сообщать нам надо бы сообщать в апартиках за 30 дней что мы съезжаем нет но нам несколько дней все равно там понадобятся естественно пока мы перевезем потихонечку для переезда но все равно если они нам скажут середина октября в конце сентября потом передумают но мы в середине сентября придем и скажем что мы через 30 дней съезжаем и в середине октября только и заплатим до середины октября получается что вечером солнце будет светить с этой стороны и там будет солнце вот то окно и через дверь падать гараж будет закрыт если а утром солнце будет светить сюда в эти окна днем солнце будет идти вот так там южа правильно и здесь у нас нет окон только только вот эти вот это одно окно то есть получается у нас это хорошо что когда жаркий климат что нет таких окон куда в солнце постоянно смотри не в этом плане было легко город состоит весь из квадратиков из блоков там ясно где бы ты не находился ты всегда знаешь где север здесь непонятно все дороги круглые вот такие здесь нет прямых дорог заметь вообще не даже этот район почему вы здесь ровно ничего ровного не смотрите светит солнце и идет дождь вот спать и не такого никогда не было бывал но они они я не помню такого и сегодня мы на улице ливии невероятную с детьми под зонтиками и огромные лужи прям вот вода бьет как и шланга капли отскакивают и асфальт очень чистый там где мы живем сейчас после дождя и горячие горячие лужи какая-то что это а ты думаешь это остатки это остатки нет часть из этого еще не использую останковых каких местах надо будет доделывать после того как кабинет установит на кухне ваннах помощь вот посмотри они с этой стеной тоже что-то сделали помнишь вокруг ящика здесь было это не мне под не сделано ничего они еще какой-то слой нанесли здесь чего-то и по всему дому нанесли на стену это какой-то второй праймер второй слой но я не красная но что-то они еще нанесли на стены смотрите какая красивая радуга небо наполовину черного и на голубое и радуга ой какая красота радуга дуга друзья вышла вам поснимать отголоски урагана иды я так понимаю пошла за камерой увидела сильный ветер пошла за камерой ветер на много сильнее вот это дерево вот так наклонилась нагнулась я так понимаю что у нас есть сейчас ветер подует дождь польет и все скорее всего она идет запад не нас и да это а у нас только вот так вот чуть-чуть друзья всем привет у нас уже четверг следующий день я иду с детьми к остановке с автобуса буду встречать кстати вот школьный автобус едет я так понимаю что этот автобус приводит детей привозит детей инвалидов и забирает их то есть он обязан подъехать именно прям вот это к апартику этот автобус а дети не инвалиды обычные дети высаживаются на дороге и идут по апартикам кого-то родители встречают кого-то нет кого-то на машинах ждут стоят прям доезжают от апартика до офиса на машине сто метров и стоят в машинах ждут почему я сейчас решила снимать получила запрос от зрителей рассказать что дети носят в рюкзаках и тут я поняла что это такая одна из наболевших тем здесь такой минус очень большой здесь в этой местности то что детей нагружают а бычем в рюкзаке рюкзаки невыносимо тяжелые я всегда у лизы беру в руки сразу чтобы она сама не носила потому что я не знаю как ее спина может выдержать такую тяжесть у всех абсолютно тяжелый даже у никиты вот почему тяжелые потом покажу что там этих рюкзаках всех практически одно и то же короче кладут все что нужно все что не нужно заставлять детей носить дети говорят что много не пригождается просто и в школе я сейчас иду к дороге и буду стоять вот где-то вот тут вот здесь здесь нет ни остановок с тротуарами здесь вообще не дружат потому что все время все ездят на машинах здесь вообще не приспособлена жизнь для пешеходов если у тебя здесь нет машины ты не человек вообще ничего не можете здесь делать потому что здесь нет общественного транспорта и детей тоже утром вот мы отводим здесь нет ни пешеходного перехода хотя здесь ясно и понятно что детей забирает автобус никаких знаков где можно пройти детям ну там что-то кстати поставили до этого не было сейчас пойду посмотрю что это приезжающие в машинах наверное думаю что за ненормальная здесь идет вдоль дороги если вообще никто не ходит вдоль дорог а дорожная работа впереди какой знак поставили я думаю для автобуса что нибудь поставили опознавательный знак вот поехал автобус который детей завозил он со всех сторон с синими квадратиками разрисован с инвалидным креслом то есть это чисто для инвалидов автобус приехали лиза еще кстати с собой носит скрипку каждый день туда-сюда помимо тяжелого рюкзака и она абсолютно надрывается вот видите автобус переградил дорогу всем теперь ни с той стороны ни с этой машины не будут ехать дети привет я уже забрала лизин рюкзак почему сегодня скрипку не взяла потому что что мы сегодня ничего не учили на комморг не задавали чтобы играть так что я решила не брать школе все нормально фаердрил это учебная практика по пожару пожарная практика до выходили на улицу когда школа гораздо больше чем что-то наши правила когда мы заходили уже и один мальчик сказал если школа сгорел было бы хорошо да уже в седьмом классе все уже очень любит школу до лизочка что-то говорила у лизы вот такой вот рюкзак он настолько тяжелый не знаю как можно девочке в ее возрасте это носить коля сказал попробуйте его ну примерно так уж чуть-чуть педаль не я понесу ну да твой тяжелее но ты и больше лиза в два раза девочка вот это как может носить такой никита вот он идет ножки тонкие ручки тонкие сгибается а зачем все это носить вам пригождается это но не носи тогда они говорят носить но выложи все что-то просто не не носишь по крайней мере хоть на полки лоится станет легче это хорошо вспомнила на большую школу не из не слышно да но кто-то еще переезжает то ли туда то ли отсюда то ли отсюда а кстати коль хочешь прикол мне сегодня сша позвонили и сказали ваш ребенок николай капустин отсутствовал сегодня на науру это в школе без объяснения ша в спаке не мы с папой развели руки пришлось позвонить и говорим а мы вообще в южной каролине живем они ду а ваш сын зарегистрирован у нас я не знаю как тебя из это из купер скула из купер школы не выписали ты сам зарегистрировал сюда не сам то есть учитель тебя зарегистрировал до 6 6 классный мы пришли вышли на балкон показать что в рюкзаке у лизы что такого тяжелого потому что нас в апартике так темно и там совершенно нет такого освещения хорошего чтобы что-то снимать поэтому это мы не снимаем ничего там какой-то вечный полумрак так во первых у лизы и скорее всего худи там теплая кофта потому что с утра прохладно и плюс кондиционеры ты хоть когда-нибудь надеваешь там в школе в самой худи с утра сегодня был очень холодно да да ну как всегда так бутылка бутылка всегда воду наливаем то пьешь воду там пригождается да особенно когда на рис у тебя должен был бы быть байндер но его почему-то его и ты не используешь дома тебя так и лежит в клозете сначала сказали что нужно потом не нужно это папки это это тейк-хом слушай а здесь есть что-то для меня сегодня или только уроки сегодняшние окей так но поканчивая тяжелого я не вижу книжкой для это тебе нужно почитать ее до пенал сушал ты много всего ночью тебе пригождается все это хорошо самое тяжелое сейчас скажу что там вот это компьютер и вы не поверите для чего они носят даму не для того чтобы на них заниматься ты же ни разу на них не занимала не занималась дома занималась у тебя есть задание которые ты дома делаешь на нем просто просто подготовка к тесту потому что я вижу другие дети тоже приносят компьютер но никто на на компьютерах на этих не занимается основная причина по которой они приносят какая потому что не сказали потому что заряжать его негде у них не хватает розеток в классах и они просят дома заряжать компьютеры ночью а с утра заряженные нести в школу вот это вообще меня удивляет такого спаке никогда не было никогда же не было до вас хватало же розеток для всех удлинители эти перед тройники и вот эти по много розеток значит экономит энергию потому что вот и линкитина учительница даже письмо прислала родителям чтобы как маленькие не контролируют не могут сами все контролировать чтобы родители заряжали им компьютеры дома потому что не хватает розеток а это лизина расписание и все да чуть еще есть потому что наверняка чуть еще тяжелое по-прежнему телефон и вот здесь есть кармашки телефон и там тут маркеры которые я это вот эти я не знаю их использовать буду кстати еще один если ты их пока я анти они нужны может их пока выложишь хоть чуть-чуть полегче будет и короче у всех у всех детей постоянно еще у старших и у никиты есть байндер со всякими листочками со всем эту лизу еще байндеры нет помимо компьютера еще там какие-то книжки тетрадки и у всех очень тяжелые рюкзаки на этом наверное мы закончим сегодня наш влог потому что нас зрители очень просили чтобы еще какие-то новости из покена мы тоже передавали и чтобы виктор что-то поснимал для зрителей ну и дядя витя услышал вашу просьбу и снял небольшой влог поэтому сейчас вот я вставлю в это видео всем пока влог от дяди вити привет дорогие друзья надеюсь у меня слышно мы тут это испытываем маленький remote который мне вика подарила короче небольшой репортаж из покеном как видите здесь у нас все рассеялся дым такая приятная погода мы вышли на улицу со славиком тут все мы вон рассматривает колеса проверяет накачку наверное ну а так вообще у нас все хорошо все слава богу настроение хорошее я сейчас в отпуске с мамусе были три дня out of town отдыхали приехали домой вроде все на месте ребята вели себя достойно а сейчас мы едем со славиком и все мы бабушку проведывать с дедушкой ну слава обещал мне дать прокатиться за рулем на его машине он себе новую машину купил купил себе игрушку и я хочу попробовать как она едет а ты видел как двери закрываются не они сами да смотри ты просто так она это для женщин хорошая машина они не будут дверями хлопать тоже я-то аккуратно на своей машине а маму секс века я знаю что они любят хлопать и я всегда такой не хлопайте я не знаю наверное все мужчины не любят когда хлопают двери а женщинами когда все равно у отлично пошло так но я хочу рассказать вам что дорогие друзья что никаких особых новостей у нас нет все живы здоровы все хорошо ребята вот все мы все мы сзади сидит и тоже видно со славиком они работают и они же начали свою строительный уже самостоятельно там своего рода бизнес и и у них вроде дела идут очень хорошо их загрузили там я не знаю до ноября до декабря что-то там они без прудах ну вообще они я вижу не очень сильно себя напрягать недельку поработают две сидят дома одну неделю посидели от три месяца как открывали бизнес и уже думаешь ну а так что еще у нас а мне вчера позвонили тоже с другого госпиталя женщина там но мы раньше с не работали и она сейчас там менеджером уже стала и она зовет меня туда на работу типа мы там предложим тебе лучше там давай подумай на принципе у меня на работе всем не устраивает мне все хорошо но она они обещают мне предложить какие-то лучшие там условия я не знаю может даже зарплату она мне предлагает что приходи на интервью мы поговорим обсудим а там решишь ну вот а доктора все которые там работают в этом более маленьком госпитале куда меня зовут они тоже там меня все знают помнят поэтому для меня это будет не то что прям уж совсем что-то новое новое но не знаю посмотрим как бог даст на это такой шаг делать поспешно я не собираюсь что у нас еще жара спала очень приятная погода сейчас наступила такие сэвенди из так как у себя из своего рода как у нас в россии говорили бабье лето началось такое приятное жары нет дыма нет хотелось бы конечно дождичь чтобы поглянуть я тоже проекция на стекло мне нравится вот это когда показывает проект здесь столько общем спутцы еще те холодные они не надо колсит не надо этот слайк сейчас сказал это можно охлаждать сиденье мы каток в америку приехали я помню это я купил старенькую эту машину миссан максима но на ней было много как мы выражаемся этих options там на воротах или и мамусе села за руль они она села рядом а я за рулем ехал она видать локтем случайно нажала на подогрев сиденье серина было лето и она сидит такая что-то жарко включи кондиционер посильнее но я посильнее на все равно жарко включи посильнее я еще сильнее она говорит ну вот тут мне что-то все холодно а тут я вроде как на сковородке но я потом посмотри там кнопочка да и оказался она себе сделала сковороду что еще ребят вы чуть расскажите про свою стройку а то я ла 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 стройка хорошо идет сейчас новый дом начали сорви хорошо это будет большой гараж соединен к дому он шестнадцать фит фита будет и но мы специально взяли форк лифт чтобы поднимать потому что вручную не подымешь и даже из вал джакс будет трудно не очень опасно так что мы решили бренд а что такое вал джакс вал джакс этот стиль такие джак специальные стенки поднимать так выезжаю у меня пауэр есть я сейчас это да ты из на самый спортивный режим если поставишь ты почувствуешь но она даже не чуя она просто пошла и все вот все три секунды я уже 100 еду так я не давил я просто так сливка отдал ну да эта машина 10 цилиндров сколько у нее объем 5 8 цилиндров и две турбины стоят у нее пятьсот семьдесят пять лошадей да но это короче 500 чем-то для славика эта машина опасная опасная для меня было бы нормально но я не знаю может быть он мне потом ее подарит сейчас погода идеальная для стройки еще в районе работаем сейчас очень богатым там даже golf course сзади домов есть люди играют люди играли в гольф и смотрели как дом строили да в основном старые уже пожилые люди живут очень богатые у них у некоторых уже старые дома у некоторых очень современные дома уже сделаны снаружи из металла нержавейка и хорошо когда дожди конца на все сразу сливает смысле ты имеешь ввиду крыша из металла он прям блестит этот металл что я вам покрашен под светом дом а вам надо приглашать их вместо того чтобы они в в вольф там играли вам надо говорить идите сюда ну а один дедушка будешь мне подавать тубайфоры ты будешь резать а ты будешь мне мусор убирать они подбегали подбирали мячи свои я думаю вон эти дома может за лям даже лям будешь резать а ты будешь ею вон такая аэрия там в основном видимо ну на пенсии на пенсии уже ну есть молодые тоже но там все богатые очень и тихо красиво очень там люди платят в год 1200 долларов чтобы туалет был общий. Там же Golf Course это общий туалет и ухаживать за него. Люди платят 1200 долларов в год. За туалет? Каждый? Каждый. Я думаю общий. Я имею в виду каждый дом. Получается хочешь ходить в туалет на Golf Course 1200 платить? Ну в год. Просто чтобы там ухаживать, чтобы чистый туалет. Ну а сам мембершип в golf играть наверное еще дороже естественно. Я не знаю там если мембершип. Потому что у меня были как-то пациенты и они такие видно что тоже там ну состоятельные люди и там они разговаривали про гольф там ла-ла-ла и я услышал что они я не знаю может они при мне хотели так похвалиться но они сказали что чтобы вступить в их клуб там в гольф то должен быть доход не меньше 30000 в месяц. 30 тысяч долларов в месяц. Ну это так как тарала в основном получает здесь 30 тысяч долларов в месяц. А насчет прививок. Насчет прививок могу рассказать что на работе нам стали уже тоже так немножечко наседать что всем медработникам надо прививки сделать. Если кто не сделает там нужно declination form подписывать но я думаю что в конечном итоге постепенно всех прибрут в такой угол что или ты уходишь с работы или ты делаешь прививку. Основная масса у нас людей сделали прививки есть конечно некоторые там которые не хотят пока что все еще там подписывают эти declination form. Опять заставляют маски одевать сейчас даже если прививки есть. Мы с мамусей были в гостинице в соседнем городке и мы там ходили на завтрак там на ужин там в ресторан и это я вижу что некоторые в масках а некоторые ну мы без масок мне не хотелось эти маски они мне уже надоели. И в ресторан мы зашли и нам говорят нам надо в масках чтобы были мы ну хорошо одели маски они нас два шага к столику подвели теперь вы можете снять маски я конечно рассмеялся и говорю но это конечно было очень важно чтобы мы вот эти два шага в масках они ну такие у нас правила окей. Папа ты расскажи как вы к зубному ездили на днях там? Значит пришла она в машину проехала туда потом вернулась и сюда подъехала дедушка папа с мамой уехали я тебе повезу но это Маша 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 так говорит вот отсюда я вот так подхожу на меня взяла за руку и повела довела до машины открыла дверь я сажусь она мне помогла сесть ухаживала за мной расстроила меня и я обрадовался думаю какое уважение к деду Ну ешь повезло тебе Маняша свозил ну и нам повезло а то мы уехали в поездку и думаю кто же дедушку повезет но она радушно согласилась Приехали туда она тоже меня за руку привела туда к врачу там сразу меня приняли они знают сказали чуть-чуть посидеть ну посидели мы минуты полторы может минуту кричат уже Андрей пошли мы принесли вот эти зубы я поглядел Сначала они такие чистенькие зубы одели ничего нигде не давит нет ну врач сказал что мы больше ничего тебе сделать не можем Ну я говорю давай тогда палец твой я тебе укушу его он сначала не понял я тяну его за палец А он удивился я бросил палец свой палец укусил ну и он понял тогда и смеялся и все ну в общем распрощались мы и пошли она меня опять за руку к машине подвела открыла дверь мне я сажусь пока дедушка пока с господом с господом пока бабушка